План мероприятий по проведению зимнего горнолыжного сезона 2019-2020 разработан и утвержден. Создана и рабочая группа, которая будет мониторить подготовку. Бронирование же номеров в отелях на новогодние каникулы еще продолжается. В ноябре наблюдается пик продаж. Мы предполагаем, что в нынешнем зимнем сезоне планируемый турпоток останется на уровне прошлого года и составит более 1 миллиона человек. Итоги летнего сезона, а это 4 миллиона гостей и загрузка с начала года 5,8 миллионов человек, подтверждают востребованность Сочи на туристическом рынке и правильные маркетинговые решения каждого из вас. Бюджет края на 64% формируется за счет именно сочинских отелей и санаториев. Это показатель эффективности вашей работы и, конечно, конкурентного преимущества на туристическом рынке. В новом году администрация города продолжит работу по развитию Сочи как курорта мирового уровня и его позиционированию на внутреннем и международном рынках. Наш курорт уже связан авиасообщением с девятью странами. Самолеты из сочинского аэропорта летают в Турцию, Армению, Узбекистан, Казахстан, Израиль, Беларусь. Новые направления – Латвия и Дубай. По прогнозам специалистов, в Сочи ожидается увеличение турпотока иностранных туристов. Ко всему прочему, с 2021 года в стране будет введен режим электронной визы. То есть это максимально упростит возможность доступа иностранных гостей в наш город. И поэтому город откроется для иностранцев. Ростуризмом принято решение о том, что в следующем году необходимо позиционировать наши турпродукты российские на международных выставках. Вот четыре выставки, которые мы предлагаем для наших руководителей предприятий, также в них принять участие в Мадриде, в Лондоне, в Китае, в Дубае. То есть разные выставки, крупные, международные. То есть мы хотим уже выйти на международный уровень с городом Сочи, как с брендом. Пока же руководителям санаторно-курортных комплексов посоветовали заняться новогодним оформлением своих объектов и создать для гостей праздничное настроение. Открытие зимнего курортного сезона намечено на 20 декабря.